Почему нужно пересаживать орхидею? Когда лучше это делать? В какой грунт и какой горшок лучше пересадить? Эти вопросы наиболее часто встречаются у начинающих любителей орхидеи. И на примере вот такой орхидеи сезам я сегодня попробую ответить на эти вопросы и заодно сделаем пересадку этой орхидеи. Добрый день, меня зовут Станислав и вы на канале Орхидеи Дома. Отвечая на эти вопросы, хочу сразу сказать, что для каждой из орхидей ответ на эти вопросы будут индивидуальны. Давайте рассмотрим, как я уже сказал, на примере вот этой орхидеи сезам. Почему же я решил ее пересаживать? Значит, первое, это потому что орхидея стояла вот так и корни этой орхидеи находились в грунте. Но так как у нее выросли, как вы видите, огромные листы и эта орхидея начала клониться, то, естественно, вы видите, и корни у нее приподнялись. И это одна из причин, почему нужно пересаживать эту орхидею. Второе. Значит, эта орхидея попала ко мне в дом относительно недавно. Ну, я точно сроки не помню, но, грубо говоря, 2-3 месяца. И вероятность того, что здесь есть торфяной стаканчик, или, может, он сейчас идет не именно из торфа, а в виде губки, и губка, как правило, пропитывается какими-то удобрениями, теми же, которые есть в торфе. И, скорее всего, что здесь есть этот стаканчик. Этот стаканчик я хочу удалить для того, чтобы эту орхидею можно было поливать полноценно, а не так, как сейчас я делаю поливы, только снизу и на высоту где-то сантиметр-полтора. И здесь сейчас мы сможем плавно перейти ко второму вопросу, когда лучше это делать. Значит, сейчас, как бы, середина зимы, и не все рекомендуют делать пересадки орхидеи в это время. В основном пересадки делают весной и в начале лета. Почему? Да, все очень просто. Потому что в этот момент увеличивается световой день, и света для орхидей становится больше, и, соответственно, и орхидеи в эти моменты развиваются лучше. Но я решил пересаживать сейчас по одной простой причине, что свет, который я даю своим орхидеям, у меня его больше 12 часов, и мои орхидеи это не почувствуют. Весна, зима или лето сейчас. Второй немаловажный момент, когда лучше пересаживать орхидею, это наличие ростовых процессов у орхидеи. И так как эта орхидея закончила свое цветение примерно месяц-полтора назад, у нее был небольшой передых. Я, как видите, вот срезал ее цветонос, и она находилась в состоянии покоя. Но сейчас у этой орхидеи активно начали расти новые корешки. Вот вы видите, раскукленные корешочки. Вот смотрите, какие замечательные. И в посадке тоже они есть. Вот видите, то есть активный рост. И смотрите, пошел вот новый листочек. Я считаю, что это самый благоприятный момент, когда нужно пересадить такую орхидею. И уже третий вопрос, в какой грунт и в какой горшок лучше пересадить. На этот вопрос ответ лучше всего давать после того, как мы посмотрим, что же у нас здесь будет внутри. После того, как мы осмотрим корневую, осмотрим состояние орхидей, и уже тогда примем решение, в какой горшок. Ну, а осадить, как правило, в большинстве случаев, конечно, процентов 95 у меня посажены в кору. И с добавлением других разных ингредиентов. То ли мох, то ли чипсы кокосовые, кокосовое волокно. На одно ложу керамзит или пеностекло, или просто крупную кору. Тут уже как бы индивидуально. Кому как нравится, кто как приловчился к пересадкам. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь вот один корешок немного не дает возможности. Сейчас мы его аккуратненько, стараясь максимально не повредить. Лучше тише. Вот так вот. И мы смотрим. Смотрите, какая хорошая картина. Сколько раскупленных корешков. То есть, очень-очень вовремя я вам скажу, что мы выбрали с вами момент, что именно сейчас мы пересадим эту орхидею. Я думаю, пересадку она должна принять очень быстро. И как я уже говорил, что процентов 90, что здесь будет торфяной стаканчик, вот, пожалуйста, вот этот стаканчик, вот такой пластмассовой окоемки. И сейчас мы его отсюда уберем. Давайте я сейчас переложу ее на новый поднос. Почему я это сделаю? Да просто потому, что я выберу несколько хороших кусочков коры со старой посадки для того, чтобы перенести микрофлору этой посадки в новую посадку. А так как мы будем сейчас удалять вот этот торфяной стаканчик, то остатки этого торфа могли туда попасть и просто по этой причине, чтобы торф этот не попал. Ну да, оно то ли торф, то ли губка, даже трудно сейчас сказать, когда оно уже теряет свои свойства и структуру, что оно было. Но мы видим, как бы я делал, как я говорил, аккуратные поливы через низ и торфяной этот стаканчик у меня практически в воду не замачивался. И поэтому, смотрите, корневая именно в этом стаканчике, хоть и белого цвета, но она практически не гнилая. Вот один корешочек, вы видите. Вот он даже хотел его обрезать, он оторвался даже сам. И все остатки вот этого торфяного лучше, конечно же, убрать. Если какие-то камушки или другие составляющие субстрата пристали к корням, не надо их сразу обдирать, тем самым вы можете повредить корни. И, кстати, сейчас как раз такой момент, что мы можем определиться, куда же мы будем пересаживать. Итак, у нас орхидея была вот в таком 12-м горшочке и, как мы видим, усадить нам ее сейчас сюда будет тяжело. Значит, она стояла у нас вот в таком кашпо. И если мы пересадим в такое кашпо, то у нас получится как бы закрытая система. Но и в таком кашпо, вы видите, ей будет немножко, я так думаю, тесновато. Но я изначально предполагал, что если все будет хорошо, то у меня есть вот такой вот горшочек, в который я планировал. И смотрите, когда мы сейчас насыпем на дно немножко, я так думаю, керамзита, то как раз именно такой вот горшочек ей будет в пору. Так что примерка у нас, скажем так, прошла удачно. С горшочком мы определились. А перед тем, как ее пересаживать, значит, я замачиваю, значит, орхидеи в таком растворе, который состоит из фитодоктора и триходермина. Значит, это два биопрепарата, которые очень благоприятно влияют на орхидею, на ее рост, развитие и самое главное, ее здоровье. Итак, 40 минут назад я заколотил маточный раствор, который время от времени вот так вот перемешивал, для того, чтобы бактерии живые у нас заработали. Так как у нас вода комнатной температуры, сейчас я часть воды немножко подогрею и добавлю немного теплой воды. вода подогрета. Значит, я заколачивал из расчета на полтора литра этот раствор. и сейчас я хочу замочить нашу орхидею где-то на полчаса сначала корешками вот так вот вниз, а потом через 30-40 минут хочу листочками опустить вот так вот и чтобы листья тоже пропитались. Вот таким вот образом. Итак, сейчас я опускаю нашу орхидею и примерно беру паузу на полтора часа, так как мне придется сначала корни, потом листья и через полтора часа встретимся снова. Итак, прошло практически полтора часа и давайте достанем нашу орхидею и теперь внимательно сделаем осмотр корневой системы на момент если тут плохие корешки и смотрите какая хорошая ситуация то есть уйма масса раскукленных корешочков и практически вся корневая система но вот за исключением от маленького вот кусочка и даже он не гнилой а он сухой значит значит здесь все прекрасно так здесь смотрим здесь не торфяной случайно остаток нет это была кора но мы должны были проверить и вот смотрите из того что еще здесь можно удалить это вот этот маленький листочек выше него уже пошли корешочки и он особо роли не сыграет для орхидеи а так как есть уже корешочки сверху то при поливах может затекать с помощью этого листочка к основанию вода а нам этого не надо и поэтому мы его так вот разрезаем и удаляем давайте мы еще раз разрежем так как там как раз попадает на корешок и мы разведем в разные стороны чтобы безболезненно для орхидеи убрать так все таки придется немножко пинцетом поработать с одной стороны развелся и удалился хорошо а с этой стороны вот немножко нужно будет с помощью пинцета этот кусочек вот удалить все орхидея в принципе готова к пересадке сейчас мы буквально на 15-20 минут оставим ее так сейчас я выше подниму оставим ее вот в таком положении и зачем я это хочу сделать по одной простой причине чтобы все что чтобы орхидея немножко протряхла и все что попало так 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 получится нет и так не получится значит просто вот таким вот образом значит если что-то сейчас затекло в пазуху то минут за 15-20-30 минут эта вода по идее должна сейчас вытекти и так как орхидея сейчас у нас получила стресс то нам очень важно чтобы в пазухе там ничего не оставалось потому что при стрессе орхидея может не впитывать воду а лишняя вода как я уже сказал нам здесь не нужна ну а воду можно будет и убрать и вот прошло 15 минут я думаю вся вода которая там могла быть в пазухах уже должна была стечь как вы видите осталось вот немножко потеков как бы больше ничего не вытекает да кстати смотрите обратите внимание какие на цвет новые молоденькие корешочки на кончике розовый почему он такого цвета а не зеленого как обычно те корешки которые видят свет они вот такого цвета а те которые свет не видят и полностью получается в посадке они такие вот белесые и на кончике такие вот розовые он кстати такой не один вот смотрите тот который смотрел вниз и тоже был в посадке они тоже такие краешек розовый как вы видите и так еще давайте раз осмотрим все ли хорошо у нас орхидеи вроде ничего поврежденного здесь не осталось и во что мы будем ее сейчас пересаживать на дно я приготовил вот такой вот керамзит скажу сразу что этот керамзит у меня замачивался и замачивал его наверное не меньше 3-4 дней это точно и каждый день я менял воду дальше значит я приготовил вот такую кору фракции немножко больше чем та которая была и кстати выбрал я несколько коры как я говорил из старой посадки вот вы можете сравнить она немножко мельче и я обязательно добавлю этой коры а также у меня есть замоченные кокосовые чипсы и я обязательно несколько ложек добавлю таких кокосовых чипсов тут и чипсы волокно видите все вперемешку и кокосовые чипсы я обязательно тоже вымачиваю не меньше недели вымачиваю их в дождевой воде для чего я это делаю это просто по одной причине чтобы вымыть оттуда вас соли итак сейчас мы возьмем буквально немножко коры самху и немножко той коры которая у нас была в старой посадке и теперь опустим нашу орхидею в новый так скажем дом корешки мы вот так вот разведем по краям так и сейчас как раз самое время я положу несколько кокосовых чипсов с разных сторон ну и теперь постепенно буду набирать горшок с субстратом всем тем что я вам только что показывал так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, у нас получилась такая пересадка. Давайте посмотрим. Значит, несколько корешков мы просматриваем. Я думаю, этого нам достаточно. Посадка получилась крепкой. Орхидея, как вы видите, не болтается. Так, сейчас, секундочку. Да, я забыл сказать, тут у горшочка есть прорези. Что здесь, что снизу, как бы, орхидея у нас будет в двойном горшке. Смотрите, вот такая замечательная пересадка у нас получилась сегодня на канале. И, конечно, я надеюсь, что в комментариях вы поделитесь своими секретиками о пересадке. Как вы пересаживаете, какие грунты, кто замачивает в каких препаратах. Я, допустим, полюбил биопрепараты, но раньше замачивал и в других. Надеюсь, что ваши комментарии помогут и другим зрителям узнать о других способах пересадки, замачивания и всего, что нужно для ухода за орхидеями. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. Надеюсь, на ваши лайки, как я уже сказал, комментарии. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И, конечно же, делитесь ссылкой на видео и на канал Орхидеи Дома со своими друзьями. Ну, а на сегодня, пожалуй, и все. И всем хочу сказать, до новых встреч. Встретимся на канале Орхидеи Дома снова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok